Всем здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на очередном нашем выпуске Инсталайфа. Продолжаем говорить о приемной кампании 2022 года в Казанский Федеральный Университет. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас Инсталайф – высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. И долго время не тянем, представляю тех гостей, кто сегодня нам обо всем подробно расскажет. Декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский. Леонид Григорьевич, доброго дня! Добрый день! А также заместитель руководителя высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ по образовательной деятельности Татьяна Игоревна Никитина. Татьяна Игоревна, вам тоже добрый день! Что ж, уже, наверное, начнем по традиции, как у нас в этом сезоне Инсталайфы проводятся. У нас есть заготовленные вопросы, у нас также Инстаграм уже настроен, бетуренты начинают писать свои вопросы, но прежде чем мы их озвучим, предлагаю небольшое вводное слово о высшей школе журналистики. Игорев Игоревич, пожалуйста. Спасибо вам, спасибо за представление. Несколько слов о высшей школе журналистики. Надо отметить, что это одна из крупнейших медиакоммуникационных школ высшего образования в России. И это 1900, ну, около 2000 студентов всех форм и всех уровней подготовки. То есть здесь представлены бакалавриаты, магистратуры, аспирантуры, собственный научно-диссертационный совет. То есть весь цикл своих и профессиональных, и научных интересов здесь может реализовать человек в процессе обучения, в процессе сотрудничества с высшей школой. Она крупнейшая и по количеству направлений, представленных по подготовке здесь на всех, опять же, уровнях. Она крупнейшая с точки зрения своей истории, глубины, в которую свою деятельность направляла. Это 60 лет журналистского образования, вот чистого, как журфак. И еще до этого достаточно значительное время уже существовала подготовка специалистов для журналистики в республике. Более узко. Но, то есть история достаточно большая. Когда я говорю о глубине, здесь и традиционно все, что связано, скажем, с изучением истории журналистики, и каких-то процессов, которые исторически, фундаментально мы должны и стремимся передать нашим студентам, так и совершенно новые, я бы даже сказал, инновационные дисциплины, в которых и наши преподаватели, и те, кого мы приглашаем для сотрудничества с высшей школой, занимаются и сами, и посвящают в это студентов. Прежде всего, это, конечно, связано с развитием диджитал-среды, цифрового пространства. То, что сегодня актуально, и то, что будет гарантировать востребованность наших специалистов на многие десятилетия вперед. Ну, вот эта школа еще, я бы сказал, крупная, потому что она одна из немногих в России, которые обладают собственными базами практик, то есть не только те базы, которые мы используем в качестве выездных, скажем, внешние редакции, внешние компании, фирмы, организации, какие-то представительства и так далее, но еще и собственные, даже там, где мы находимся, это один из павильонов телекомпании университетской, университет ТВ, телевизионный павильон, одновременно являющийся еще и такой вот очень удобной площадкой для общения, для встреч. То есть это все, где студенты могут в процессе обучения все время практиковаться, все время совершенствовать свои навыки и знания. Ну, вот это общая справка, если можно. Теперь, наверное, по направлениям, которые представлены в высшей школе. Несколько слов я скажу с ней, с Татьяной Игоревной. Четыре направления подготовки уровня бакалавриата. Это журналистика, и здесь я бы выделил две составляющие. Это два профиля там внутри находятся, это мультимедийная журналистика и национальная журналистика. На национальную журналистку я сделал бы особый акцент, потому что это большая история и традиция подготовки сверхсовременных в сочетании со всеми возможностями других направлений подготовки медийных специалистов, владеющих национальным, в данном случае татарским языком, готовых работать как в русскоязычной, так и в татароязычной медийной среде и этот опыт, эта традиция подготовки исторически очень большая и серьезная. Достаточно назвать именно тех людей, которые стояли у истоков, скажем, акзамов, человек, который является легендой журфака не только Казанского университета, а вообще легендой журфаков. То есть здесь в этом смысле очень серьезный и фундаментальный подход существует к подготовке кадров в национальной сфере медийной. И телевидение, направление подготовки телевидения, там существует три сегодня, мы говорим об абитуриентах, три профиля вам предложим в нынешнем году. Это телевизионная журналистика, вы понимаете, что телевидение – это только маленький тележурналистик, это только маленький процент того, что сегодня востребовано на телепространстве, вообще в видеопроизводстве в целом. Поэтому тележурналистика – это отдельный профиль. Отдельный профиль – это режиссура и продюсирование, если не ошибаюсь. Я почему смотрю на подсказку, потому что даже наш уважаемый ведущий – это тоже человек, который мы приглашаем в качестве нашего коллеги, вот как раз тех самых практик, столь необходимых для наших студентов. Но когда-то сами и учились. Да, это вообще прекрасно, огромное количество выпускников высшей школы сегодня по всем городам и весям, это, может быть, мне даже стоит добавить к размаху высшей школы. Мы обучаем студентов от островов Курейской гряды, собираем, что называется, интересных абитуриентов ярких, остров Шикотан, до Калининграда, от Архангельска и до Крыма. Из-за рубежа, если брать, то от Китая до Колумбии. То есть здесь представлен гигантский спектр, и территориальный, в том числе и языковой, тех людей, кто совершенствует свои знания, навыки и компетенции. И третий профиль, новый профиль, который мы открываем, я хочу на направление телевидения обратить на него внимание, это, я сейчас даже воспользуюсь подсказкой, медиаинжиниринг, диджитал медиа, цифровые медиа и цифровое видеопроизводство с углубленным изучением английского языка. Здесь совершенно новые подходы в подготовке специалистов в области уже цифровых медиа, цифрового видеопространства. Вот то самое, что сегодня столь востребовано, и что все требуют больше и больше этих людей, чтобы было готовых к работе, что называется, завтра. Я приведу только несколько примеров, несколько предметов, которые, скажем, туда вводятся. Здесь искусственный интеллект и алгоритмы медиа, информационная безопасность, медиадизайн, технологии VR, VR и телевидения. Это то, что связано с метавселенными, подкастинг, стриминг, диджитал манипуляции, геймификации медиа, киберспортивная журналистика, как очень серьезная подпрофильная составляющая, ну и многие другие предметы, плюс иностранный язык английский, который делает специалиста востребованным, но с прицелом на ближайшие 50 лет уж точно. Еще два очень серьезных направления, очень больших и значимых, это реклама и связь с общественностью, это крупнейшее и, я бы не постеснялся сказать, лучшее в России сегодня направление подготовки, которое представлено в высшей школе, и медиа-коммуникация, вот здесь, я думаю, Татьяна Игоревна подробнее про них сейчас тоже скажет. Да, спасибо. Ну, давайте, наверное, начнем с более такого на сегодняшний день интересного направления, это медиа-коммуникация, потому что рекламу в связи с общественностью знают уже все, а вот что такое медиа-коммуникация, многие до сих пор задаются вопросом, опять-таки, медиа-коммуникации открыты у нас не так давно, мы открыли 4-5-6, 6 лет тому назад, два выпуска мы уже сделали, специалистов в сфере медиа-коммуникаций, открыли мы вторыми после высшей школы экономики, всем известного московского вуза, проанализировав наш рынок, посмотрев, где будут востребованы данные специалисты, и, соответственно, на сегодняшний день вы можете видеть наш план, на нашу образовательную программу, которая заточена под разного вида контента, который готовится для разных площадок, и в этом, наверное, и есть специфика данного направления медиа-коммуникаций. Естественно, все новые форматы, digital форматы, аналитика, все присутствуют в данном плане, в данной образовательной программе. Мы не забываем про язык, считаем, что как раз-таки направление, коммуникационные вообще направления, будь то журналистика, телевидение, медиа-коммуникация или реклама сети с общественностью, без языка, наверное, сегодня они невозможны. Соответственно, в данных образовательных программах тоже очень большое количество часов практически, как на международных отношениях, отводятся как раз-таки языкам. Здесь студенты изучают английский все 4 года с очень, опять-таки, большим количеством часов. И далее мы предлагаем по выбору на сегодняшний день пока это выбрать либо французский, либо немецкий язык, как второй обязательно. Естественно, что у нас не просто язык, это не просто грамматика, а именно иностранные профобщения, что очень-очень важно, что позволяет, опять-таки, нашей профессии быть востребованными. Более того, я вам скажу, что наши студенты работают за рубежом, в Канаде, в Соединенных Штатах, они востребованы. И, ну вот рекламщики, медийщики пока не сдают госэкзамен на английском языке, но рекламщики, то есть направление рекламы связи с общественностью, вот уже много лет студенты сдают госэкзамен на английском языке. То есть они показывают владение языком, профессиональным языком английским. Наверное, перейду, может быть, там возникнут вопросы по медиакоммуникациям, да, но это вкратце, чтобы опять-таки не затягивать время. Перейду к направлению рекламы связи с общественностью. В чем мы здесь уникальны? Здесь у нас раньше, ну опять-таки, да, во-первых, мы начали готовить специалистов по связям с общественностью с 2003 года. Соответственно, очень-очень у нас большой опыт в этом направлении, да, я могу сказать, что профессиональная подготовка на уровне, да, мы можем опять-таки даже говорить о том, что сегодня мы проводим Олимпиаду, то есть по всей России по направлению как раз-таки рекламы связи с общественностью. Мы выиграли этот грант, и я думаю, что он о многом говорит, о профессионализме, в том числе, именно у кафедры и высшей школы журналистики. Что хочу сказать еще по направлению? То есть здесь мы обучаем студентам, скажем так, разницу в чем? В сферах. Начиная с третьего курса мы начинаем готовить, то есть дав до третьего курса базовое образование, с третьего курса мы позволяем студенту определиться со сферой. Так как многие наши студенты уже начиная со второго курса работают, и они четко понимают, в какой сфере им нужно знать специфику. Так или иначе, реклама связи с общественностью специфична в различных сферах. Соответственно, мы даем возможность более подробно изучить рекламу связи с общественностью в системе управления, в государственном и муниципальном управлении. Спорт и туризм – еще одно наше направление, которое тоже активно выбирают студенты. Мы учим студентов в специфике коммерческой сферы, потому что она тоже на сегодняшний день и востребована, и опять-таки специфична. У нас есть политика, куда же без нее, потому что опять-таки политконсультанты в том числе готовятся у нас, у нас многие выпускники работают как раз-таки и в политических партиях, и в госорганах. Еще раз, язык для нас важен, и поэтому вы видите, наверное, в вступительных экзаменах у нас есть иностранный язык. Еще раз напомню, что госэкзамен, опять-таки, мы сдаем на иностранном языке, а именно на английском. Ну, вот вкратце, наверное, как-то так, да, про направление. Ну, вот еще, может быть, действительно, вот этот очень сильный и правильный акцент, с моей точки зрения, это очень серьезный упор на иностранный язык, потому что в связях с общественностью, в пиар, то, что мы называем, это ведь общее слово, общий термин, да, делать без иностранного языка сегодня почти нечего, с точки зрения роста профессионализма своего, и здесь этому придается очень серьезное внимание, вплоть до того, что госэкзамен, еще раз повторю, вот проходит, в том числе и на английском, это уровень выпускника уже, да, чтобы вы понимали. И второе, опять же, что такое пиарщик, да, не бывает пиарщика вообще, вот это деление на профили, более детальная заточка специалистов в конкретных областях связи с общественностью рекламного рынка, который происходит здесь с третьего курса, она, безусловно, делает, конечно, выпускника более конкурентоспособным, востребованным и готовым вообще к такому активному росту, уже личностному росту профессиональному. Ну, теперь давайте в эти направления углубляться с помощью наших вопросов, которые нам присылают и сейчас уже скоро, надеюсь, будут присылать. Начнем с первого. На каких направлениях есть бюджетные места? Евгений Григорьевич. На всех? Да, на всех. То есть сегодня и все направления бакалавриата имеют бюджетные места, магистрские программы обеспечены, причем и очные, и заочные бюджетными местами, аспирантура имеет бюджетные места. То есть в этом смысле проблем сегодня, которые существовали некоторое время назад, они не сильно мешали приему, потому что очередь желающих достаточно большая была и остается. Ну, это некая еще дополнительная такая возможность привлечь конкурентоспособных выпускников сегодня. Ну, в этом году, получается, на всех абсолютно направлениях есть бюджетные места. И меди коммуникации, и пиар, и телевидение, и журналистика, да? Да. Следующий вопрос. Где можно подготовиться к вступительным испытаниям по журналистике? По журналистике у нас существует, работает уже много лет. Вот она сейчас начала, возобновила свою работу в школу молодого журналиста. Причем она работает в том числе и в онлайн-режиме. То есть можно обратиться на кафедру, соответственно, национальных и глобальных медиа, где работают преподаватели, ведущие занятия в этой школе, и получить необходимую информацию, как там начать заниматься. Там идет подготовка для всех желающих к экзаменам, творческим дополнительным испытаниям. Есть несколько дней краткосрочный курс перед собственным экзаменом для тех, кто уже подает документы конкретно на направлении журналистика и хотел бы чуть-чуть себя подтянуть. Ну и вся информация о том, как они проходят, эти испытания, какие там есть вопросы, условия, требования, она находится на портале университета, ее можно найти, и она в общем доступе, и самому в том числе тоже готовится. То есть тут все форматы. Можно еще тоже добавлю. У нас по направлению опять-таки реклама связи с общественностью. Сегодня вот уже был первый выпуск в этом году. Есть Академия рекламы и пиар. Мы набрали школьников. У нас был такой большой диапазон, начиная от 8 до 11 класса. Ну и ребята пришли ознакомиться с профессией. Набор на очную форму планируется в марте. Следите за нашими новостями. Подключайтесь к нам в социальные сети, и вы увидите всю информацию. На самом деле цель этой Академии заключается в чем? У нас нет творческого экзамена, но это очень часто волнует как самих студентов, так и родителей, когда все поступают и не знают, а понравится ли это, то есть пригодимся ли мы, полезно ли это будет, и видим ли мы вообще себя в этой профессии. Так вот данная Академия, она как раз-таки на это нацелена. Мы ознакомим, мы покажем все, что происходит в мире на сегодняшний день рекламы и пиар, и вы сможете более уже точечно принять решение, интересно вам эта профессия или нет. Хорошо, продолжаем по вопросам. Интересует телевизионная журналистика. В каком формате проходит вступительный экзамен? Здесь очень полный оптимизм и ответ для тех, кто волнуется за дополнительный творческий экзамен по направлению телевидения. С этого года его нет. То есть весь свой напор, всю свою энергию, весь свой талант и знание вы должны сейчас обратить на качественную сдачу единого государственного экзамена, требуемого для зачисления на направлении телевидения, и дальше участвовать вот в этом конкурсе, следить за рейтингом своим. Специального экзамена нет. Следующий вопрос. Также остаемся в телевизионной журналистике. Планирую поступать в магистратуру журфака, либо на телевидение. Подскажите, пожалуйста, куда лучше поступить, чтобы в дальнейшем работать телеведущей? Сама окончила юрфак. Хороший вопрос. Не знаю. Ну, вообще ведь и то, и другое. Вот, как сказать, вот это лучше, а тут хуже. Человек, поскольку закончил юрфак, ему все равно потребуются определенные дополнительные знания и компетенции в области вот вообще журналистики как таковой, особенностей функционирования жизнедеятельности, медиа, медиапространства, телевидение, частью которого является. И в этом смысле, скажем, и магистратура новой медиа дает эти возможности. В том числе дает возможность себя практиковать уже и на телевидении. Ну, и очевидно, что те магистратуры, которые существуют по направлению телевидения, тоже дают возможность себя реализовать в будущем как телеведущий. Там есть заочная магистрская программа отраслевое телевидение. И есть очная, кстати, очень интересная программа. Да, есть у меня подсказка. Это улучшенные, что называется, модернизированные с учетом требований рынка и сегодня тех познаний, которые диктует нам рынок. Программа цифровой сторителлинг и сценаристика, направленная на подготовку специалистов области аудиовизуального интерактивного контента, диджитал-среды. Вот тоже несколько, если позволите, предметов назову, которые туда заложены. Например, ну вот, кстати, юрист. То есть правовое поле диджитал-среды, диджитал-сторителлинг, публичная история, нарративный дизайн сторителлинга, трансмедийные проекты, создание веб-сериалов, сериалов, сценаристика художественно-документального кино, современного телевидения, дополнительной и виртуальной реальности, сторителлинг аудиоподкастинга. То есть вот понятно, что занимаясь вот по этим предметам, по данной, скажем, программе, вы тоже в той или иной степени можете себя попробовать и в качестве сценариста, и в качестве продюсера трансмедийных проектов, ну и в качестве человека, который их ведет, собственно, который является его лицом, ну, в данном вопросе ведущим. Поэтому я рекомендую и туда, и сюда, да, но дальше уж как больше сердца лежит. Ну, как говорится, то есть ведущий – это уже не просто говорящая голова, но должен знать и уметь абсолютно все. Абсолютно верно. Начинает свои профессии, заканчивая монтажером. Когда профессионал, да, ведет программу нашу, это далеко не говорящая голова. Сегодня людям не нужны говорящие голова, людям нужны глубокие, разносторонние мыслящие, системно мыслящие специалисты, которым он готов доверять почему-то. И ведущий должен этому ожиданию соответствовать. Спасибо за подсказку, да. Что же, продолжаем дальше по вопросам. В чем направление медиакоммуникации отличается от журналистики? Я? Ну, ладно, я. С одной стороны, сложный вопрос, с другой стороны, совсем несложный вопрос. Ну, с самого начала, если мы начнем, то у нас абсолютно разные образовательные программы. Более того, сейчас открывается такое научное направление – это как раз-таки медиакоммуникации и журналистика. Ну, сами по себе, опять-таки, эти два слова, они носят разные понятия. С одной стороны, с другой стороны, они все взаимосвязаны между собой. И сегодня, опять-таки, я буду исходить, наверное, из нашей образовательной программы, а не размышлять в целом, да, что такое медиакоммуникации, что такое журналистика. Чем отличается медиакоммуникация, наверное, пойду так, от журналистики? Все же, медиакоммуникации, еще раз, возможно, я повторюсь, для нас, для, опять-таки, образовательной программы, которую мы ведем, во-первых, это создание контента, различного контента для различных площадок. Журналистика, опять-таки, тоже создает контент, но есть своя специфика. Мы отличаемся даже названиями дисциплин. Соответственно, ну вот в данном случае, опять-таки, сегодня, ну, условно, и рекламщик, и пиарщик должны работать в медиакоммуникации, и, по сути, это все наоборот. То есть тут вот такая взаимосвязанная вещь, и я, конечно, не знаю, это можно говорить или нет, иногда приходит на ум такая мысль, что медиакоммуникация – это вот основа основ, а дальше, как раз-таки, более углубленные – это журналистика, это реклама, это связи с общественностью. Но вот что-то как-то так. Хорошо. Прилетает вопрос из Инстаграма. Здравствуйте, много ли иностранных студентов на журфаке КФО? Есть ли особые условия для них, льготы, общежития и так далее? Значит, во-первых, их много. Большое количество на направлении журналистика, на направлении рекламы в связи с общественностью. Большое количество иностранцев на магистрских программах обучается. Кстати, те же новые медиа, которые мы вспоминали уже. И они, я уже говорил, они представляют не только страны бывшего союза, то есть страны СНГ, мы их называем по-разному пытаемся назвать, близлежащие, скажем, но и это страны совсем дальнего зарубежья, это и Китай, это и Колумбия, это и что там еще, не знаю. По-моему, Мексика у нас. Если сейчас кого-нибудь забуду, обидится просто представитель этих стран, то есть их много. Как они, особенности их зачисления? Ну, опять-таки, да, вся информация есть на сайте университета, в разделе абитуриентам. Как раз там выделены квоты для поступления иностранцам. То есть все как бы то же самое, со всем этим можно ознакомиться. То есть кто-то по квотам, кто-то по гослинии поступает. Да, ну, в зависимости от того. Кто-то на общих основаниях. Это в основном близлежащие страны, где выпускники хорошо говорят на русском языке и готовы к каким-то соответствующим испытаниям дополнительным. То есть вот разные есть формы их зачисления. А общежитиями они обеспечиваются точно так же, как и наши студенты. В данном случае большой разницы не делается. Иностранный студент не иностранный, это студент. Он, если нуждается в общежитии, первокурсников традиционно в полном объеме обеспечивает общежитиями иностранных студентов при условии, что не соблюдают соответствующие требования распорядка, там, дисциплины. Они стараются максимально полно обеспечить всем необходимым, связанным с проживанием. То есть в данном случае, что касается иностранных студентов, я не знаю больших проблем, которые у нас возникали с их обеспечением, их вот, что называется, местом проживания, инфраструктурой той, которая им необходима, которая им удобна для того, чтобы они в полной степени качественно учились. Также сдают они экзамены, как правило. Ну вот на наше направление это русский язык, да, они сдают и литературу, ну, в основном. И, по-моему, там рекламщики отличаются русский язык и общество знания. Вот, а так, всю эту информацию, еще раз, да, может абитуриент увидеть на сайте университета. Хорошо, сейчас, возможно, мы продублируем уже ответ, который у нас был, но ротация наших зрителей обновляется, все новые и новые лица к нам приходят. Есть ли у вас заочное отделение? То есть здесь, наверное, все-таки надо будет поподробнее рассказать, какие именно направления в заочке задействованы, как они называются и так далее. Ну, заочное направление подготовки есть по бакалавриат, если брать бакалавриат, это журналистика, журналистика. Я хочу обратить внимание, что с этого года заочная подготовка по направлению телевидения больше осуществляться не будет. В силу, вот вы сами слышали, даже название дисциплин, сама программа, самые учебные планы сейчас выстроены, так, что по большему, когда подавляющее число дисциплин в качестве конечного результата требует какой-то конкретный медийный продукт. И здесь дистанционно, заочно, временами, наездом почти невозможно овладеть всеми задачами, которые содержат в себе учебный план. по направлению подготовки журналистика бакалавриат остается, заочная форма подготовки, там, по-моему, 50 бюджетных мест. Вот, и есть заочные магистрские программы. Ну и вот по рекламе... Да, по рекламе и связям с общественностью, наверное, расскажу я. У нас, так же, как и по телевидению на бакалавриате, нет, опять-таки, заочной формы обучения. По тем же самым причинам учиться невозможно, потому что практика ориентированная дисциплина, и нужно более глубоко погружаться в те дисциплины, направления, которые мы изучаем или которые мы даем, да, ребятам. Но у нас есть программа, она всего одна. Это реклама и связь с общественностью, магистратура, профиль рекламы и связь с общественностью, системе управления. Как правило, на эту программу приходят ребята с других направлений, с других вузов, которые не имеют профильного образования, но видят себя, ну, опять-таки, закончили, ну, возможно, да, наш юрфак, и видят себя, опять-таки, может быть, в судебных органах именно пиарщиком. Пиарщиком с юридическим образованием. Это очень хорошая история, да, когда так складывается в том числе. Но, опять-таки, это все же магистрская программа, такая, два года уже уровень все равно должен быть с каким-то базовым знанием, что такое реклама и что такое связь с общественностью. Но так или иначе, вот студенты, опять-таки, или абитуриенты к нам приходят, и большей частью это все же абитуриенты, которые учились не у нас, именно на заводченную форму. Хорошо, продолжаем. Далеко от рекламы и связи с общественностью мы не уходим. Вопрос следующий. Какие экзамены нужно сдавать для этого направления? Реклама и связи с общественностью, да, ну, самое первое – это русский. Я тоже тут немножечко подгляжу, потому что в этом году произошли изменения. Мы так расширили возможность, да, для абитуриентов, и, соответственно, русский – это первый экзамен, второй экзамен – это общество знания, и третий экзамен, он, опять-таки, по выбору, тут уже абитуриент смотрит, где у него выше проходные баллы, это история, иностранный язык или информатика. Информатики раньше не было в этом году, ну, опять-таки, возможно, это все связано с диджитал, да, вот, то информатика тоже возможна. Просят дополнить вопрос по поводу каких экзаменов ЕГЭ уже касательно абсолютно всех направлений, то есть осталось еще медиакоммуникации, телевидение, журналистика. Ну, да, подсказочка рядом, да, опять-таки, да, в любом случае, если кто-то что-то не увидел, все это есть на сайте приемной комиссии, всегда летом можно тоже прийти и узнать и посмотреть, куда вы подходите, куда не подходите, потому что по всей видимости ЕГЭ уже заявление, по-моему, написали, да, и выбрали, но так или иначе, да, для того, чтобы понимать, куда можно поступать, давайте пойдем по, опять-таки, рекламе, медиакоммуникации и журналистике телевидения. Медиакоммуникация, русский язык, это первый экзамен, который нужно сдать, да, соответственно, первые результаты ЕГЭ. Далее, это литература, и подгляжу, идет общество знаний и иностранный язык по выбору. То есть, опять-таки, вот они, три экзамена, которые нужно сдать. Что касается журналистики, ну, понятно, что здесь, опять-таки, русский язык, второй, это литература, да, это вот обязательный, и дальше это внутренний экзамен, тот самый творческий, который, опять-таки, сдается здесь в рамках университета. С программы, Леонид Григорьевич, вы, может быть, расскажете, что можно ознакомиться, да, и где можно ознакомиться. То есть, они уже, на самом деле, программа вступительных испытаний выложена, опять-таки, можно ознакомиться на сайте университета и посмотреть, что вас ждет при сдаче творческого экзамена. Ну, и, соответственно, у нас остались телевидение, да, здесь, опять-таки, русский язык, литература и общество знания, либо история. То есть, у наших абитуриентов отпадает такой вопрос, какая математика нужна, базовый или профильный? Ну, да, в нашем случае. Хотя, знаете, как математика в наших направлениях тоже нужна. Ну, понятно, что мы не изучаем математику или мат-статистику, но так или иначе, там, медиапланирование тоже не обходится без математики. Для экономики, для условного продюсирования? Я думаю, что это тоже надо, да. Тоже вовремя учебы с этим сталкивались. Продолжаем по вопросам. Не могли бы вы поподробнее рассказать про профиль мультимедийная журналистика? Чем он отличается от других профилей? Ну, прежде всего в том, что он аккумулирует себе максимум знаний и практик, связанных с реализацией себя как журналиста. Раньше было более такое, большая раздробленность, что ли, чуть-чуть более узко готовили по профилям студентов по направлению журналистика. Была печатная журналистика отдельно, то, что называется мультимедийная. И подразумевала, что это те, кто только работает в какой-то интернет, цифровой, сейчас, как принято говорить, среде. Вот сегодня мы свели все это в один профиль. То есть те люди, которые приходят на мультимедийную журналистику обучаться, они в равной степени осваивают как бы основы, знания, практики нарабатывают. И во всем том, что связано с текстологией как таковой, с созданием контента, качественного контента, соответствующего требованиям, с одной стороны, профессиональным, с другой стороны, ожиданием, все время растущим и динамично меняющимся ожиданием потребителей, новостей, контента. С другой стороны, людей, способных работать и быстро адаптироваться вот со своими этими умениями и знаниями в цифровых средах, которые являются сегодня очень сильным инструментом в развитии журналистики. И адаптировать очень быстро свои тексты, свои материалы под те или иные цифровые решения. То есть, стараться с этим работать. В этом смысле есть некоторая такая близость, как раз вот о чем мы говорили, с тем, что медиакоммуникации занимаются подготовкой специалистов, направления. Но там многое еще отдается знанию все-таки самой цифровой среды, то есть изучение самого инструмента в том числе. А здесь вот все-таки текст, контент, как главная единица, она остается в приоритете, но с возможностью все-таки работать, ну не только в печатке, да, что называется, но не только в принте, но и в достаточно новых средах, возможностях, которые сегодня для современной журналистики предоставлены. Но это не совсем та, о которой говорили, еще был такой не очень удачный термин. Все по нему сохли одно время. Конвергентная журналистика, это когда исходили из того, что журналист это и кузнец, и жнец, и там игрец. Он везде все должен делать, и писать, и снимать, и чинить, и продвигать. То есть это все-таки не про это, да. Это именно под все-таки его профессионализм, как человека, создающего качественный и эффективно действующий на своей целевой аудитории контент, это в приоритете. То есть чтобы правильно понимали, да, что мы тут не готовим таких вот всезнайки, которые непонятно чего, всего понемножку будут знать. Все-таки журналистика здесь остается главенствующей составляющей. Ну, если студент за время обучения успевает все это узнать, ему же это наоборот помогает. Он, во-первых, да, и за время обучения, или через магистрские уже программы, и потом все равно по жизни он будет доучиваться. Слишком быстро меняется этот мир, и мы и сами стараемся какие-то дополнительные образования программ предлагать, и радуемся, когда наши выпускники идут и пользуются теми или иными возможностями, дотачивать свое мастерство, потому что многие новые профессии рождаются на стыке знаний. Это вот, ведь чем хорошо получить, скажем, у нас знания и соответствующий диплом, подтверждающий эти знания, в той же сфере, скажем, пиар, или, скажем, в той же журналистике про нее сейчас вспомнили, заговорили. Потому что вот и там, и там очень много уделяется внимания а, языковой подготовке, б, цифровой подготовке. То, чего нет у многих, да, кто так или иначе, мы сейчас тут будем готовить, не знаю, кого там, он чего-то потом будет уметь писать. А вот когда фундаментально уже интегрированные знания изначально в тебя заложены, и на практиках ты чего-то это обкатал, представляете, потом человек может доучивать. А что такое вот data science, аналитика данных? Это новая совершенно супер востребованная, хорошо оплачиваемая, кстати, профессия, которая рождается на стыке знаний, которые дает профессиональная медиа-среда, когда готовят, скажем, специалистов в области коммуникаций разного уровня, там, журналистики, и подтягивание знаний, ну, скажем, в области новых языков, программирования, медиа-аналитики. Здорово же, то есть, конечно, он должен доучиваться очень многому сам. Изначально диплом получить и 50 лет с ним жить, сегодня уже не получится. Но получить диплом как стартовую площадку мощную, с которой тебя будут рады видеть везде в качестве человека, совершенствующего свои знания, это вот Казанский университет может сделать, высший школ журналистики может сделать. И мы этим очень гордимся. Да, и можно еще чуть-чуть, прям, вот чуть-чуть дополню. Действительно, каждый год мы пересматриваем все наши образовательные программы, и мы очень четко понимаем, что сегодняшний специалист, будь то рекламы и связи с общественностью, медиа-коммуникации, журналистика, телевидение, на сегодня он поступает, и через 4 года он должен быть востребованный. Соответственно, анализируя рынок, анализируя потребности и понимая, да, выявляя, там, прогнозируя, что же будет востребовано через 4 года, для того, чтобы наш выпускник не потерялся. И мы понимаем, что наша сфера, наверное, то, что было 2-3 года назад, даже в рамках дисциплины введено, сегодня уже устарело и никому не нужно. Поэтому ежегодно обновляются планы, и на сегодня, опять-таки, мы можем смотреть, что они актуальны, и мы надеемся, что правильно спрогнозировали и через 4 года. Но вот как мы видим, аналитика, вот сегодня она востребована, вы можете посмотреть наши планы, аналитике много уделено. Опять-таки, да, digital обязательно, там, не знаю, motion design, дизайн пользовательских интерфейсов и так далее, да, вот все то, что у вас требовано будет, ну, и сейчас уже идет, да, но дальше, как что называется, развернется. Мы над этим тоже работимся. Ну, это, кстати, очень важное дополнение, потому что существует такое неверное, некоторые там распространения, что вот учебные планы, они так долго-долго обновляются, все устаревают, ничего не устаревает. Мы поменяли в корне эту ситуацию. Во-первых, мы поменяли, введя, ну, скажем, пригладное медиапроектирование, так называемые творческие мастерские, где вы тоже в том числе, вот, нам помогаете, чтобы состоялись наши студенты, там внутри мастер вообще решает, многие вещи определяет, насколько они современны, насколько они отвечают требованиям, вызовам рынка. Во-вторых, очень многие учебные планы действительно просто, что называется, на постоянном мониторинге по изменениям, по коррекции, по соответствию тому, тем вызовам, которые рождаются. Сегодня на одном совещании я слышал, там один аналитик из Москвы выступал по Zoom, и говорю, вот, знаете, там вот сериалы пошли в рост, вы даже не представляете, как это на контентную картину сейчас изменит. Да у нас, вот, понимаете, а мы стори-тейлинг, на самом деле, ввели с вами, да, три года назад, четыре года назад, запустили эту программу, обкатали методом проб и ошибок, и сегодня мы с вами веб-сериальные, да, вы слышали, я называл, скажем, эти дисциплины, предметы, уже ввели в учебные планы, и мы уже готовим людей, которые будут заниматься профессионально созданием того, что на рынке вот-вот просто идет в рост, и будет долгое время востребовано, на разного типа стриминговых площадках, в разных форматах, в разных объемах. То есть в этом смысле, что называется, рука на пульсе, она всегда, вот, это очень, очень хорошее дополнение, потому что всегда пугаются, что придем, а там старые программы, знаете, такой миф есть, а они там что-то по-старому все рассказывают. Вот, попробуйте нашу уважаемую ведущего что-нибудь по-старому заставить рассказать, я думаю, человек уже современный, он послезавтрашним днем живет, это же отлично, это замечательно, и таких очень много, и они в том числе стимулируют многие изменения, которые сегодня закладываются, в том числе в учебных планах. И мы отвечаем за выпускника не так, чтобы он завтра пошел, трудоустроился и заработал 15 копеек, да, мы хотим, чтобы он 50 лет следующих, с учетом доучивания, конечно, да, был востребован. 50 лет — это его жизненный цикл активный. Он в 20-22 года выпустится, и до 75 хочет, наверное, активно жить. И хорошо, чтобы он там к 30 годам не спрятал свой диплом, не сказал, нет, все не нужно было, да, и опять пошел там с большими деньгами, и много времени отрывает своей семьи и жизни чему-то учиться с нуля. Вот база основательная, фундаментальная у него должна появиться здесь, в этом молодом, юном возрасте на долгие годы вперед. Может быть пафосно, но согласитесь, оно так и есть. Проще говоря и короче говоря, как у нас меняются учебные планы, это как девиз какой-нибудь крупнейшей телекомпании, которая занимается новостями, это оперативно, это качественно, это интересно. Да, но только если заметили, телевизионные компании, смотрите, как консервативно меняют свои сетки вещания. Это же целая пандемия прошла, целая пандемия, да, два года народ вынужденно ограничен в своих перемещениях, и очень много времени уделяет приему контента, в том числе и с телеэкрана, да. А сетка вещаний за эти два года вообще не изменилась почти нигде, а какой была, такой и осталась. Как шло в 19 часов, здравствуй, Андрей, да, так и идет. Как шло в 21 час, там, чего-то, да, так и ничего нигде не меняет. Вот очень красиво. Мы хотим, чтобы наши, да, и учебные планы, и выпускники по этим планам были динамичны, активны, и на вызовы времени реагировали моментально. Потому что иначе мы потеряем аудиторию, а следующее влияние на эту аудиторию. А если у медиа нет влияния на аудиторию, зачем они нужны? Это их цель, это их предназначение. Вот. Шикарно. Продолжим по вопросам. Еще есть у нас парочку из Инстаграма. Здравствуйте, что нужно будет сдавать, если поступаешь после колледжа? Ну, опять-таки, да, сдаются похожие, очень похожие экзамены. Ну, вот воспользуюсь тоже шпаргалкой, с вашего позволения. Ну, например, опять-таки, опять-таки, ну, журналистика. Литература, внутренний экзамен, русский язык. Ну, как бы вот ничего не изменилось. Телевидение, литература, общество знания, русский язык. То есть здесь уже нельзя выбирать общество знания или история. Здесь просто общество знания. Медиа, коммуникации. Литература, общество знания, русский язык. Опять-таки, нет никакого выбора. Если бы после 11 класса, то можно было бы выбрать иностранный язык. Здесь такой возможности нет. Ну, и реклама, и связи с общественностью, общество знания, история России и русский язык. Что ж, подходим к финишной прямой нашего инсталайфа. Еще есть один вопрос. Проходят ли студенты практику во время учебы? Ну, я начну. Вообще, да, проходят. Обязательно. Мы про это так или иначе все время внутри каждого ответа на вопросы говорим. Одна из самых практикоориентированных высших школ в структуре Казанского университета это как раз высшая школа журналистики медиакоммуникации. Львиная доля дисциплин, заложенных в учебные планы сегодня, она подразумевает внутри практики. Потому что результатом прохождения того или иного курса является практический результат. Какой-то конкретный продукт. Никто не сдаст вам по билетам просто так, скажем, тоже прикладное медиапроектирование. Он у вас не проскочит. Потому что, как бы хорошо он не знал теорию, он должен на практике подтвердить вам все то, что в этой теории содержалось. Кроме этого, есть, безусловно, конечно, практики, которые так или иначе предусмотрены учебным планом в обязательном порядке. Дополнительные какие-то формы практической нагрузки на студентов. Практики, я говорил, базы практик здесь достаточно хорошие. Та же телекомпания Универ ТВ и в рамках учебного плана, и в рамках собственной работы можно практиковаться и совершенствоваться. Я уж не говорю о том, что огромное количество студентов, они уже в процессе обучения начинают работать. Еще набираются практик внешних, что называется. Другое дело, что они... Если хочешь иметь хорошего выпускника, практика, с набитой, что называется, рукой практической, его надо начинать хантить с первого, со второго курса. Потому что за ними уже быстро-быстро выстраиваются очереди. Ждать, когда тебе после четвертого кто-то придет на работу, то не надо, они уже все заняты. В этом смысле мы за своих студентов уверены и спокойны. Сегодня прозвучала, кстати, неверная цифра, что у нас трудоустраивается. 48 какая-то цифра прозвучала. Правильно, не знаю, где взяли. Значит, процент трудоустройства свыше 80% выпускников, ну, скажем, даже по этому году если смотреть. Другое дело, что большое количество из них трудоустроились за пределами Татарстана, у себя на родине, за рубежом, в компаниях, занимающихся смежными видами деятельности, где очень востребованы медийные знания. Но в этом смысле практики, которые они получают в процессе обучения, они выливаются вот в тот результат, которым мы тоже гордимся. Это высокий процент трудоустройства и востребованности. Похожая картина, я думаю, да. Да, я чуть-чуть тоже дополню. Что такое практика, да? Где практика? Практика. Ну, если опять-таки мы смотрим с точки зрения образовательного процесса, ну, конечно, ФГОС предполагает, что мы должны студентов отправить на практику. Так и происходит, да? Для того, чтобы выйти на защиту выпускной квалификационной работы, они обязательно должны пройти практику. Практик много разных, прям разных-разных, да? Есть и учебные, есть и производственные практики. Что бывает? Опять-таки, вот я по направлению рекламы и связи с общественностью, медиакоммуникации немножечко, да, скажу, как это у нас происходит. У нас студенты могут выбрать, и они пишут свои пожелания. Где они хотят проходить в практику. И не всегда это от медиа, и всегда это не от медиа, а как раз-таки те сферы, которые мы видим, да, на которые мы, опять-таки, обучаем. Как правило, мы так и устраиваем. У нас даже, мы договаривались и в Москве, и в Питере, и, пожалуйста, там, по всей России. И мы стараемся договориться. Но понятно, что мы-то заинтересованы в лучших кадрах здесь, да, и здесь их оставить, с одной стороны. Поэтому студент может выбрать абсолютно любую базу практики, будь то в сфере коммерции, туризма, спорта, государственное муниципальное управление. И, ну, то есть, со всеми мы договариваемся. То есть, база практик, опять-таки, она обширна. Если подходить к слову практика немножко не так, не с образовательного процесса, что такое практика? Действительно, у нас практикоориентированное направление. Медиа, коммуникация, но вот по-другому изучать вообще никак нельзя. Это только через кейсы, через решение определенных задач мы сможем научиться что-то делать. Более того, у нас сейчас очень много работает практиков, практиков с именами, практиков руководителей организации, которые, опять-таки, могут обучить наших студентов, в том числе и, скажем так, оперативному решению. То есть, студент у нас сегодня вышел на рынок труда и, в принципе, понимает, что там происходит, да, что такое планерки, что такое дедлайн. В университете не всегда есть дедлайн, да, такой, какой мы видим установленные у работодателей. Соответственно, ну, вот, опять-таки, наши все программы на сегодняшний день ориентированы, и мы прям вот активно приглашаем, в том числе и практиков. Ну, наверное, такую еще, где у нас работают, а может быть, студенты, вот, тоже, наверное, хороший вопрос. Леонид Григорьевич, начнете, вот, где у нас работают? Ну, просто от практики мы как-то ушли, а где же они тогда работают, да, вот эти наши практики? Понимаете, все ведь упирается в то, как ты понимаешь медиасреду. Вот кто-то говорит, вот нам не хватает корреспондентов, корреспондентов, редакторов, пиар-менеджеров. Вот это непонятно, вот сколько не хватает их, где их не хватает, какими они должны обладать компетентом, что такое не хватает там редактора, редактора чего, режиссера, чего. Это вот общий разброс слов такой. Вот, люди очень, вот, действительно, я вот сейчас первокурсников вел, там еще по 200 человек будет в следующем семестре пиарщиков, и почти 200, очень большой первый курс. Понимаете, там уровень их подготовки и знаний сегодня, на первый курс они пришли, у двух третий уже, ну, вот, то есть ты им уже вынужден немножечко там ошибки школы исправлять, конечно, но в принципе ты уже свободно можешь переходить с ними на язык общения третий курсника. Очень высокие, да, уже компетенции, у них присутствуют, они тянутся, они сами себя, то, что вы говорите, сами совершенствуются, сами набивают уже в процессе обучения в школе. Кто-то не после школы пришел, кто-то пришел после, там, и юридическим, или из полиции даже приходят, да, вот, из большой химии, там, и так далее, чтобы конкретно совершенствоваться здесь. У них уже жизненный опыт хороший, большой. Мы, конечно, эти люди себя уже очень конкретно, предметно видят часто в том или иной сфере приложения своих сил и знаний, не только в средствах массовой информации, не только где-нибудь в соцсетках, это же и геймерский рынок, и там уже производство сериальное, и стриминговые площадки, это гигантский рынок, где там он как отселектируется дальше, но они начинают с первого, со второго курса для себя решать. И поэтому наши, я к чему длинная прелюдия, наши выпускники практически везде, вот в этой большой медиасреде, начиная уже от смежных, вот я вспоминал, Data Science, аналитика, больших данных и так далее, и заканчивают непосредственно тем, что входит в это медиапространство, они везде фактически представлены, в том числе и в органах государственного управления, муниципального управления, почти по всем регионам России, это нам очень приятно, потому что многие из них возвращаются к себе. В Москве, если раньше в Москве это были наши выпускники, которые закончили и поехали в Москву, сейчас из Москвы приезжают сюда учиться, заканчивают и возвращаются к себе на родину, в Москву, но получая образование здесь. И в этом смысле проще сказать, где их нет. Но в ядерной физике, наверное, их нет, потому что точно не про нас. Все, что связано с этим большим широким пониманием медиасреды и все, что с этим, это и анализ социальных процессов, это и многие творческие виды деятельности, которые так или иначе сегодня востребованы при производстве контента. Видите, от чемпионов мира по боксу до победителей шел голос, все выпускники высшей школы журналистики, журфак и КФУ. Скажите, что они не медийщики, человек, который сегодня создает, в данном случае, творческий контент, культурный, востребованный контент. И ее знания в области медии пригодились во многом для того, чтобы вот такой успех иметь. Я так опять общу, можно конкретно называть организации, компании, фирмы, корпорации, но это будет очень долго начинать. Яндекс, Мейл, ВКонтакте, федеральные телекомпании, банки, все органы государственной власти, да тоже. Крупные холдинги, корпорации российские, естественные и противоестественные монополии, они все так или иначе вот истребуют наших выпускников очень хорошо. А многие еще создают на самом деле свои компании, многие наши выпускники, ну и очень хорошо работают в этом бизнесе. Медиа, медиа сфера она очень проектно емкая, там можно много создавать проектов самим, там можно начинать многие бизнесы, ну если это термин подходит, с нуля, что называется, сегодня для этого существуют все инструменты в руках у желающих, да, и если у человека есть для этого достаточно знаний, базового образования, то грех этим не воспользоваться, и очень многие наши ребята этим пользуются полна и становятся уже востребованы как самодостаточные работодатели и исполнители в том числе тех или иных проектов. Это хорошо же? Отлично, Леонид Григорьевич. Ну что ж, время нашего инсталайфа уже подходит к концу, благодарю вас за то, что нашли время посетить наш шоурум Казанского Федерального Университета, высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, надеемся, еще с вами увидимся и еще более предметно пообщаемся по всем направлениям вашей и нашей высшей школы. Верно говорю? Спасибо большое. Это был Насталаев для высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова